Большое здоровье, уважаемые украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Вернулись с Харьковской области, с позиции наших воинов на Купинском направлении. Посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду. Один из командных пунктов, как обычно, доклад «Основные потребности». Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта. Именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку. Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев и украинок, все наши компании и наших партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭП. Новое производство, которое увеличивает обороты. Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям. Но каждый месяц придает Украине своей силы, своих возможностей. Я благодарю всех, кто работает ради этого. Для меня было честью отметить наших воинов государственными наградами, очень храбрых наших ребят. Золотую звезду вручил герою Украины, полковнику Олегу Апостолу, командующему нашей славной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Орденом Богдана Хмельницкого отметил сегодня же капитана Андрея Заику из 14-й отдельной механизированной. Орденами замужества сержанта Романа Прокопчука из 95-й и солдата Виктора Клемюка из 14-й бригады. А также был награжден крестом боевых заслуг полковник Александр Луценко. И в ближайшее время вручу ему награду. Это действительно образцовые наши воины. Посетил госпиталь, где лечат наших военных после ранений. Поблагодарил весь коллектив – врачей, медицинских сестер, каждого и каждую, кто помогает. Это чрезвычайно важно, чтобы сейчас помогали каждый так, как может, конкретным подразделениям, конкретным направлениям, конкретным нашим воинам и всему государству. Единство должно проявляться не только в мыслях и словах, но и в действиях. Обязательно. В активности ради общей цели, ради всего нашего государства. И еще несколько вещей. Сегодня в Японии начала работу конференция по экономическому росту и восстановлению Украины. Это межгосударственная наша работа на уровне правительств. Сейчас в Японии украинская делегация во главе с Денисом Шмыгалем. Очень предметные переговоры. Уже есть десятки договоренностей, которые усилят нас, наше сотрудничество. Мы давно готовили эту конференцию. И я благодарен господину премьер-министру Кишиде за то, что работа, как и планировалось, очень результативно. Чем сильнее будут наши экономические возможности, чем больше будет солидарности с Украиной, тем быстрее путинское зло будет сломлено нашими совместными усилиями. И относительно ситуации, к сожалению, непохожей ситуации, которая ежедневно демонстрирует эрозию солидарности. То, что происходит на нашей западной границе, границе с Польшей, нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а скорее всего в политике. И под Купенском, недалеко от границы с Россией, где не утихает артиллерия противника, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы. Я благодарю всех, кто сражается и работает ради нашего государства и людей. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине!